Всем привет! Сейчас почистила память телефона так радикально, что начало вчера снятой распаковочки немножко подрезалось. Ну ничего, мы немного потеряли. Сейчас покажу, что там было. Какой классный зонт я себе купила, как я его здорово вчера при распаковке показывала и порезала этот кусок, точнее удалила кусок видео. Покорьяна искала память в телефоне. Сейчас понесу зубную щетку в ванную. Так я ее делаю. Коробочку от нее выкинула. Инструкция там лежит. Надо будет сейчас пофоткать, какие прикольные есть режимы. И вставить. Сразу взяла в запас все головки. Сейчас положу. Буду пользоваться. О том, как она поживет у меня в ванной, рассказы будут чуть позже. Собственно, зонт. Мне очень понравился принт. И на чехле, и на самом зонтике. Сейчас купол открывать не буду. Купол очень большой, широкий. Видео в сравнении на кровати. Шириной 160 сантиметров показывала. В общем, очень большой, добротный купол. Хороший материал. По кнопке открывается, закрывается. Все как надо. А теперь остатки. Видео с первой распаковки и первых впечатлений. О большом-большом заказе, где, как это очень редко у меня бывает, нет продукции Дом Фаберлик. Вот так сложилось, что все у меня из Дома Фаберлик есть на текущий момент. А набрала много других всяких штук. Так что смотрите, запоминайте. Хотите зарегистрироваться в Фаберлик так, чтобы вам оттуда никто не написал, никуда не позвал, ни про какие акции не рассказал, это ко мне. Вот вообще не стучу, не пишу, не звоню, ни о чем не рассказываю. Даже когда мне куратор пишет, регулярно с опозданием в неделю, а то и больше, на ее сообщения о каких-то акциях, розыгрышах, реагирую, а то не реагирую. Вот такой я аутичный потребитель продукции. Давайте смотреть дальше. С этим моментом в эксплуатации зонтиков у меня всегда проблема. У вас тоже проблема с одеванием на них обратно чехлов? Или я как-то не так зонтики складываю? Вязалась. Почему эти чехлы не делают на какой-нибудь кнопке, еще на чем-нибудь? Ну, красиво, красиво. Смотрим дальше мой заказ. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вроде все. Что это за гора? Это крем с охлаждающим эффектом, с разогревающим. Мелкие капилляры расширенные могут полезть. Ну, хотя и охлаждающий эффект тоже не гарантия, что не полезут. Но впереди лето. Я решила серьезно подготовиться. Давайте в состав вглядимся. Вода, глицерин, дипропилен, гликоль. Потом всякая образующая текстура. А потом карнитин, кофеин. Господи, вот это вот элангата экстракт вылетело из головы. Ну, главное, что кофеин есть. Ментил, лактат есть. Будет прям ощущение холодка ментолового. Да и сам ментол есть. Значит, а, бесоболол, алантаин положили для успокоения кожи. То есть и если позагораешь на пляже, тоже будет достаточно прикольно это использовать. Хотя что-то как-то... Пляжи у меня не ожидается в этом году, но приятная цитрусовая и ментоловая нотка. Запаха буду начинать использовать прямо сейчас как особо большую такую, как сказать, компанию по воспоминанию о том, что такое любовь к себе. Ибо если вы думаете, что какие-то настрои, аутотренинги и прочее действуют, если вы сидите в странной, особо неудобной позе, обложившись какими-то непонятными символами, то нет. Они начинают действовать, когда вы их обращаете к себе, сосредоточившись на себе. Почему бы заботу о своем душевном здоровье, ну и вообще душевной красоте не совмещать с заботой о внешнем благополучии и хорошем самочувствии. Поэтому стоишь в душе, мажешься кремом после душа и усиленно желаешь тебе счастья, сил и здоровья. Я по хорошей цене решила сразу запастись, плюс запас будет лежать и напоминать мне, что себя надо любить. Так, это вдовесок к подарку. Я в прошлых компаниях запаслась масочками на неделю, так, чтобы месячный курс получился. И крем с SPF 15 дневной и лопаточка, чтобы всю эту красоту наносить, дополнит подарок моей хорошей подруге. По акции был мой любимый крем Гранд При третий шаг. А первый, второй у меня как-то не идут, хотя кому надо руки очищать от каких-то вау, загрязнений, еще что-то хвалят. Но вот этот Гранд При формула омоложения, действительно мой любимый крем для рук. И состав тут богаче, чем у многих кремов для лица. Серьезно вчитайте, с чего тут только не положили для молодости ручек. И, как сказать, он не тот крем, который на рабочий стол поставишь, он не моментально впитывается. Но где-то между делом, перед сном, еще как-то одно удовольствие ручки им помазать. И ручки говорят, что да, надо мазать дальше. Так, что я еще тут купила? Такого, чтобы логичненько все выглядело. Вообще, у меня здесь почти 100 баллов собралось без нежно мною любимого дома Фаберлик. Потому что краткая ревизия запасов показала полное отсутствие дневных легких кремов на лето. Да и дневных, ночных тоже. У меня пара банок корейского особо речкрема, хорошо идущего в зимний период оказалось. А что-то полегче. Куда-то то ли я использовала, то ли купить забыла. В общем, Global Oxygen. Мне показалось по хорошей цене, по хорошей акции. 15 миллилитров я очень часто беру куда-то с собой, кому-то в подарки подбрасываю. В общем, активно он мне используется. Всегда, когда по хорошей цене беру. И никогда его большие запасы не накапливаются. Взяла себе еще из этой серии попробовать Oxygen All Day Face Moisturizer. То есть это на весь день увлажнялка для лица. И в скором времени я возьму ее в использование. Посмотрю, у меня что-то еще из серии Global Oxygen. Грустит уже как пару месяцев в шкафу. Праймер у меня заканчивается, я его буду обновлять из этой серии. А что там грустит? По-моему, какая-то маска. Пока мне состав очень нравится. Так. Отклеивайся. Красивая, стильная, ой, легкая банка. 50 миллилитров. Ну да, тут ступенечку делают, чтобы нам казалось больше. Так, а ложечка есть? Нет, ложечки нет. И крем выглядит как достаточно такой насыщенный. Возьмем его сейчас. В использовании прям поверх кислородного спрея вот этого глобального оксигена. А на лето я оставлю и ближе к лету, как там пойдет, вот эту проверенную парочку из базовой серии Аксиолоджа. Очень здорово меня влюбившая в уходовую косметику от Фуберлик. Поскольку в свое время сбалансировала в летний период мою, ну, на тот момент, достаточно капризную жирную кожу. Сейчас я не знаю, подобранный уход или время тик-тик. Кожа стала гораздо менее жирной, более спокойной. Но в свое время эта серия просто вот меня поразила, что так недорого. И такой вау-эффект по успокоению одновременно и каких-то проявлений. Типа вот, ну, это уже не подростковые прыщи были, а так еще инфекцию в коже подлечивало. В общем-то, воспаление всяких комедонов каких-нибудь, вот что-то такое перестало выскакивать. При этом сами комедоны практически прошли. При этом какие-то просто раздражения, которые больше даже ждешь на сухих участках кожи, они перестали вылазить. В общем, очень благотворно и быстро, что самое главное, переход с, в том числе, профессионального и люксового ухода на копеечный по сравнению с этим Фаберлик дал полезительный эффект. Так что вот уже который год заказываю и заказываю здесь косметику. И то, что у меня вот такой счет в этой коробочке получился, меня вообще нисколько не смущает. Вот просто. Потому что я представляю, сколько две баночки дневного крема, одна баночка ночного и три какие-нибудь сыворотки, сколько денег могут сожрать в косметевтике медицинской или в люксе. А тут вот десятка и ни в чем себе не отказывает. Тем более, по поводу косметевтики, я, наверное, сниму отдельный ролик, почему этот бальзам с сабельником я снова купила, как он тут меня недавно выручил, практически вылечил на ноги, подставил. Еще в каких случаях он нам сейчас сильно помогает. На что аптечный он похож и в чем свои плюсы и минусы у аптеки и вот у этого крема Фаберлик. Бальзамчик для растирки. Кто страдает миозитами, всякими тоническими вопросами, когда мышцы ноют, где артикул? Артикул 1282. Запоминайте эту цифру. Оно надо. Это реально очень крутое сочетание цены и качества. Так, ну эту пасту зубную мне кинули в подарок за один рубрик зубной щетки. У меня такая была. Прикольная. Я не знаю, как по-другому оценить зубные пасты, когда эмаль не сдирает, а так, чтобы там как-то она ее восстанавливала, без микроскопа ж не видно. По всем остальным характеристикам мне нравится. Дальше влезем в коробочку. Я не знаю, наверное, сейчас я вот так вам покажу. Это новинка 17 в 1 для волос. Крем-спрей. Обожаю такие штуки. Рада, что такое вышло у Фаберлик. В свое время скупала белитовские подобные вещи. Ну и как? В общем, и сейчас-то они у меня стоят в основном белорусские. Например, белита, не белита. Ну, добрызгую. Вот у них конкурент есть. О, экстракт желка. Эк-елк экстракт. Экстракт артемии. Много всяких экстрактов. Вегетарианский протеин. Ну, ладно. Посмотрим, как пойдет. Расскажу. Очень большие надежды на этот продукт. Возлагаю. Аромадизиак пару раз пробовала в пробниках. Со второго раза меня аромат заинтересовал. И тут, посмотрев на цену, я поняла, что хочу. Не знаю, зачем. И так на парфюмерной полке много всего стоит. Но я поняла, что еще хочу. Там же место еще есть. Поэтому надо. Так что сейчас у меня оно появится. Лак-маньяк бушевал в душе. Бушевал, требовал. И да, я сегодня, зайдя в подружку за 69 рублей, обратите внимание, на ногтя из корзины не смогла не унести. Это были тоже бои. Фиолетовый лак, пинкап, фейритейл серия. И вот это я хотя бы думала, что я с каким-то переливом рождения звезды фуксию покупаю. Но, по-моему, это просто матовая фуксия. Да, кисточка, кстати, очень похожа на пинкап. Ну-ка, вновим маникюрчик. Пинкап погуще. Да, пора перестать покупать одни и те же цвета. Я уверена, если я переберу свою коллекцию, у меня подобных и вот таких лаков там надолго. Но я опять их купила. Почему, зачем, без понятия. Я тут засекла второй оттенок консилера It's Collagen на складе. Первый у меня есть самый светлый. Самый темный мне, наверное, не надо. А второй я решила взять. Буду их миксовать с самым светлым до получения идеального оттенка. Потому что на мою зимнюю бледность самый светлый, в общем, ничего. Где надо высветляет. У меня всегда же везде надо высветлять. Поэтому будут работать в паре. Тем более, как-то так быстро один самый светлый оттенок взял и бочком-бочком подвинул тарт из моих подглазьев. Да и вообще, когда уже под глаза одно что-то нанесла, хватать второй тюбик, руки не всегда тянутся. И яркий, сейчас у нас будет сияющий, не совсем финальный, но предфинальный штрих. По хорошей цене шли тени It's Collagen. У меня есть отдельный ролик, где шесть теней записели я сочу. А это у меня теперь седьмая баночка. Цвет 67-63. Это тоже что-то безумно сияющее. Так, а мне точно этот цвет прислали, который я заказывала? Я вообще там на сиреневый рассчитывала. Сейчас я буду выяснять. Ладно, это я тоже оставлю. Да, слушайте, это точно. Там я... Он не лавандовый, не сиреневый. Их там два было. Но блестки интересные. Видно вам, нет? Сейчас вот так сменим угол. Вот. О! Нет, вряд ли это он искристый лавандовый, но искрит прям вау. Оставлю искрить. Будем искрить с ним вместе. Опять у меня сочку тут уполз. Слушайте, вот такое вообще растереть по телу на лето и пойти. Так, сейчас будем выяснять. Мы что, цвет перепутали? Ой, ну искры какие? Сияющие искры. Как волшебные, просто вот, практически пыльца фей на руке. Это вот не те вот крупные блестки, на которые если хайлайтер распадается, его сразу хочется выкинуть. Это действительно какое-то такое волшебное мерцание и сияние. Так, что пишут на коробке? Да, 67-63. Что написано у меня в чеке? Так, дневной крем, ночной, дневная защита, бальзам кислородный, крем для рук, травяной сбор, сейчас мы посмотрим, крем-спрей для волос. Вот, тени для век. Так, 67-63. Или я писалась, когда выбирала артикул или артикул в каталоге опечатка. Ну, вы заодно сейчас можете цены посмотреть. Почем мне все это счастье досталось. Так. Собственно, травяные сборы, что я решила набрать, попробовали. Так, артрами еще не пробовали. Мне состав понравился с шиповничком. Вот, там что еще есть, да, ромашка, корень аэра, лист крапивы, плоды шиповника, девисил, не знаю, или пешок, как будет на вкус. Все остальное, прям, я готова это выпить, невзирая на то, помогут они с уставом или нет. Вот бронха мы уже пили, реально такой вкусненький, сладковатый чаечек. Попьем еще. Так, ты кто? Антистресс, ромашка, иван-чай, плоды шиповника, фенхеля, лаванды, мелисы, пустырника, валерьянки. Слушайте, ну, почему бы не выпить на ночь вместо обычного чая, чтобы лучше спалось? Я подумала, тоже надо брать. Так. Я зарекалась от того, чтобы на сезон брать в кроссовки Коберлик. Зачем-то взяла черные, хотя у меня сейчас прошлого сезона не сношена бежевая. Я прошла, на самом деле, по магазинам, поняла, что современная мода, видимо, ничего более интересного из легких кроссовок не предлагает. А тут 1600. Вот видите, там две. Так, кроссовки. Вот, кроссовки женские. Сейчас, 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 сейчас. Наведись резкость. Вот, кроссовки женские, размер 38-й. Цена, вот, окончательно, 1599 рублей. Не помню, такие же точно я носила, не такие же. Сейчас померяю за кадром и расскажу вам свой вердикт. Да, вот, донатягиваю на ногу последнюю кроссовку 38-й. Размер на мой 37,5-й. Оставляет место для того, чтобы впихнуть ортопедическую стельку или супинал. И вот таких кроссовок при интенсивных прогулках больше 5000 шагов в день. Ну, на месяц-полтора мне хватает. Весну обещают раннюю тёплую, так что и сухую. С большими паводками местами. Так что к прогулкам я готова. В принципе, по-моему, такие же, как в прошлом сезоне они были. Так, лак за время ролика. Вот сейчас я лазила. Так, резкость ты будешь или нет? Вот резкость к нам пришла. Этой рукой натягивала кроссовок без всяких спецприспособлений. И вот на слое другого лака как-то вот оно не захотело за 60 секунд взять и засохнуть. Это меня не очень радует. В общем, ждите с меня отдельных роликов про бальзам-сабельник. Про то, на какие оттенки шептейп и цикологен похож. Как мне этот бальзамчик. Точнее, не бальзамчик, а крем-спрей для волос. Ну и будут новые интересные косметические находки, придумки, переделки. Обязательно с вами поделюсь. Остаемся на связи. Подписываемся друг на друга в соцсетях. Всех люблю. Всем отличной весны. Всем хорошей подготовки к весенним прогулкам. Пока-пока.